Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Что такое персональные данные? Какое наказание ждет за передачу без разрешения? И что нужно делать, чтобы не нарушать закон? Сегодня об этом мы будем говорить с руководителем управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу Натальей Ольхимович. Наталья Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Наталья Анатольевна, давайте еще раз озвучим, что входит в понятие персональные данные. Если говорить языком закона, это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определяемому или определенному лицу. То есть это фамилия, имя, отчество и паспортные данные, либо реквизиты любого другого удостоверяющего документа. И совокупность такой информации. Например, фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, ИНН, телефон. То есть набор данных, посредством которого мы можем определить именно это лицо, а не какое-либо другое. То есть просто озвучить свои инициалы, фамилия, имя, отчество и телефон, это не является разглашением персональных данных? Не является. А вот уже когда идет в совокупности вся вот эта информация, которая определяет человека, да? А паспортные данные, вот просто паспортные данные, наверное, тоже нельзя оставлять в сети? Да, разумеется, это как раз те данные, которые указывают на конкретного человека, они его инфицируют самопределенным образом. Ну и вообще, конечно, одно дело, когда человек сам размещает эти данные, да? А другое дело, когда эти данные размещаются без согласия человека, ну там, на каких-то ресурсах, да? И что ждет нарушителей этого закона? Ну в этом году, да, действительно произошли серьезные изменения, и наказание суммы штрафа может достигать 70 тысяч рублей. Это физическим или юридическим? Юридическое лицо. Ага, то есть, если просто так кто-то где-то опубликовал или просто передал в какое-то учреждение, да, там, данные по тем людям, которые здесь работают, да, если без согласия, то есть вот... Да, 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 если это нарушение будет подтверждено, то, конечно, это лицо ждет наказания. Ну и поэтому, наверное, очень многие работодатели в учебных учреждениях, да, просят заполнить заявление на согласие передачи, обработку передачи персональных данных. Да, разумеется, обработка персональных данных должна осуществляться только с согласия, с письменного согласия физического лица. Вот сегодня завершается неделя по защите персональных данных. За эти дни прошло очень много мероприятий. Были встречи с населением, встречи в вузах, со студентами, с молодежью, чтобы им объяснить, что же такое персональные данные и как важно не оставлять след в том же самом интернете, да, в социальных сетях. И вот одно из, возможно, важнейших мероприятий этой недели – это подписание Кодекса добросовестных практик по работе с персональными данными в сети интернет. Вот расскажите подробно, пожалуйста, что это такое, как он будет работать. Ну, Кодекса добросовестных практик, скажем так, это свод принципов и правил для организации, которые осуществляют свою деятельность, связанную с обработкой персональных данных, и в том числе в сети интернет. Документ был впервые представлен в ноябре прошлого года на 7-й международной конференции «Защита персональных данных». И на этой конференции в присутствии руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций Александра Жарова к этому документу присоединились крупнейшие операторы по обработке персональных данных. Это и Ассоциация банковских работников, Ассоциация руководителей Служб информационной безопасности, Российский союз автостраховщиков, крупнейшие операторы связи, Ростелеком, Почта России, Вампелком, Мегафон, МТС, ну и другие. Что это документ, как он работает. Но это декларативный документ. Организации, которые присоединяются к этому документу, они подтверждают, так скажем, свою готовность по обеспечению безопасной информационной среды. Цель этого документа – обезопасить государство, общество и граждан от угроз, которые существуют в современной информационной среде. Кто со стороны Чуваши согласился подписать этот кодекс? К кодексу присоединяются Министерства образования, Министерства здравоохранения, работники сферы ЖКХ, банковские организации. Ну вот это, пожалуй, основной контингент, который присоединяется к кодексу. Ну да, там, где мы обычно, грубо говоря, следим, где мы оставляем свои данные, это и ЖКХ, это и мы в банках, и в школах. Организации, где хранится наибольшее количество персональных данных. О каждом человеке, да? Да. Вот смотрите, Наталья Анатольевна, то есть пришли эти организации, подписали кодекс. Кодекс называется «Добросовестных практик». Что это значит? То есть это обмен какими-то мнениями или все-таки это вот есть список обязанностей, да, каких-то, которые не должны нарушать люди, подписавшие вот этот вот документ? Ну, скажем так, не список обязанностей, а все-таки это есть законодательство Российской Федерации, есть международные договоры, есть рекомендации органа исполнительной власти, в данном случае Роскомнадзора, которые тоже нужно соблюдать. И организация, ставя подпись под этим документом, они выражают свое согласие, свою готовность соблюдать это законодательство, свою готовность способствовать созданию безопасной среды в интернет-пространстве и свою готовность по созданию, по формированию культуры поведения в интернет-пространстве. То есть они будут следить и за собой, и за людьми, наверное, да? Ну, разумеется, они должны, понятно, что они выражают готовность обеспечивать адекватную сохранность персональных данных людей, которые им доверили. Ну, будем надеяться, что действительно кодекс будет работать, и организации будут добросовестно выполнять его положение, для того, чтобы действительно было как можно меньше нарушений в этой сфере, и люди были защищены от мошеннических действий, от каких-то посягательств. Да, и я надеюсь, что вот сегодняшнее мероприятие по присоединению к кодексу добросовестных практик, это, в общем-то, не финальное, скажем, завершение, а наоборот, это только начало, потому что кодекс, он открыт для присоединения любой заинтересованной стороны. Спасибо большое, Наталья Анатольевна, за то, что вы ответили на наши вопросы, рассказали более подробно о том, что такое кодекс добросовестных практик по защите персональных данных. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была руководитель управления Роскомнадзора по Приволженскому федеральному округу Наталья Альхимович. Мы говорили о защите персональных данных и о том, какие организации Чуваши присоединились к кодексу добросовестных практик по защите персональных данных в сети интернет. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»